В Казахстане стартовали выборы президента. Данные со всех участков стекаются в ЦИК целый день. Там проведет мой коллега в столице Ильзат Акчурин. А прямо сейчас он выходит на связь со студией. Привет, Ильзат. Делись атмосферой. Как начались выборы? Доброе утро, Рашид. Да, конечно, успел. Мне почти велилось попасть в свой избирательный участок. Одним из первых чувствуется высокая активность жителей. Даже пришлось постоять в очереди. Люди приходят в приподнятом настроении, голосуют с семьями и даже делают памятные фото. Вообще сегодня право проголосовать есть у почти 12 миллионов казахстанцев. Из них полмиллиона – это люди с ограниченными возможностями. Сейчас выборы для вас уже третий час. Сейчас мы находимся в здании Центральной избирательной комиссии. Здесь работа кипит с 6 утра. Проходит одно заседание, за другим мы успеваем только получать, обрабатывать поступившую информацию. Мы даже в эфир выходим в одно время. Ну, итак, какими данными мы располагаем к данному часу? По состоянию на 8 часов утра в стране открылись 9920 избирательных участков. Из них 17 за рубежом. В 15 странах мира. В том числе в Японии, в Южной Корее, а также в Индонезии, Таиланде, России, Узбекистане и Кыргызстане. Ну, а остальные 48 избирательных участков, они откроются чуть позже. Ну, это связано с разницей во времени. Ну, вот с минуты на минуту появятся первые цифры и данные о явке избирателей. Вот уже люди собираются на очередное заседание комиссии. И пока мне известно приблизительное количество проголосовавших с открепительными талонами. Число открепительных удостоверений на право голосования, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателей, составляет 35 951. С этими открепительными удостоверениями избиратель может проголосовать на любом другом избирательном участке при передъявлении своего удостоверения и открепительного удостоверения. В Центр избирком представляются сведения о явке избирателей, начиная с 10 утра по времени Нурсултана, с периодичностью каждые 2 часа. Ну а пока ждем цифры. Я напомню, что это внеочередные выборы президента Казахстана о том, что они пройдут сегодня, 9 июня. Ранее заявил президент Касым Жумартукаев после того, как полномочия главы государства сложил Нурсултан Назарбаев. В чем их отличие? Нынешнее всеобщее голосование проходит летом. Такого еще никогда не было. В них принимают участие аж 7 кандидатов, одна из которых женщина. Такого тоже не припомнят в ЦИКе. Ну а четверо из них представляют политические партии и еще трое общественные организации. Ну а для участия в президентской гонке изначально все кандидаты заручились поддержкой 118 тысяч подписей, а также внесли взнос в размере 2 миллионов тенге. Ну а за два дня до начала выборов в стране завершилась агитационная кампания. Здесь стоит отметить, что все кандидаты получили равный доступ. Также в том числе встречу с избирателями, выход в телевидение, раздача материалов, а также участие в теледебатах. Ну вот сейчас нам стало известно, что в столичных избирательных участках начали голосовать уже сами кандидаты, которые претендуют на высший государственный пост. Чуть подробнее об этом уже буквально через час расскажет и поделится моя коллега Салтанат Насанбек. Ну а я же выйду на связь в полдень и поделюсь свежими данными. Пока на этом все. Большое спасибо, Елизат. Будем на связи. Я напомню, с нами на связи был Елизат Акчурин, наш корреспондент из Нурсултана.